Всем привет! Сейчас у нас вечер 20 марта. Уже вечер, уже я помыла голову, уже дети спят. И решила вам тут такое признательное видео сделать. Ну то есть, не знаю, если потянет на целое видео, то будет это отдельный ролик. Если не потянет на целое видео по времени, то значит просто присоединю ко влогу. В общем, признательное видео в плане того, что я сделала то, что хотела давно сделать. Я сделала себе пирсинг на пупке. Сейчас покажу, только не пугайтесь. В общем, пирсинг на пупке. Ну фотографии потом вставлю там, где при дневном свете, как это выглядит. Ну как видите, конечно, у меня не идеальный животик, потому что все-таки я рожала, беременела три раза. И как бы когда-то давно, когда мне было там 18-19 лет, и у меня был еще тогда хороший, идеальный живот. Но тогда как-то это было не распространено. Ну там ушки, пожалуйста, да, проколоть в салонах, там просто ты делали. А вот пирсинг, ну вот как-то нет, не было. Да и сейчас такого нет, такого большого распространения. Ногти там, ресницы, пожалуйста, да. Хоть на каждом шагу делай. А те же, ну, те же самые пирсинг, да, вот только ушки вам пистолетом проколят и все. А чтобы прям пирсинг, чтобы это было как-то распространено, чтобы в каждом салоне такое было, нет, нету такого. Ну и в общем, тогда я хотела, тогда я не смогла это сделать, потому что я там в одном салоне, во втором салоне поспрашивала. И потом как-то забыла, а потом замуж, а потом дети, там роды, там живот растягивается. И в общем, он не в том виде, чтобы там еще что-то к нему цеплять. И как-то, в общем, не сделала, но мечта, ну, как бы была об этом. И когда я худела, когда я начала еще только худеть, я думала, что вот когда я похудею, вот сделала себе идеальный животик, и тогда я себе позволю, в общем, наконец, сделать этот пирсинг. Ну, как бы время идет, пока животик все-таки еще не идеальный. А я так подумала, что время-то идет, как бы, и почему я жду чего-то идеального, чтобы что-то сделать. Я думаю, ну, животик и животик, как бы, я, мне не 16 лет, и животик для моего возраста и для моего статуса мамы трех детей, очень даже ничего, животик, бывают такие животики, которые там разрезаны вдоль и поперек, и висят, и так далее, и тому подобное. В общем, я подумала, что я сама себя опять гноблю, опять сама на себя притираюсь, и, короче, вот такой животик, какой есть, такой его и надо любить, и украшать, и холить, и леветь. И, в общем, я решила поискать пирс, ну, мастера, который занимается пирсингом. Ну, и, в общем, я такая, я же дева по гороскопу, знак земной, и, в общем, я же дотошная, я даже до ногтей дотошная, где там что-то порезали, все, я уже психую, нервничаю, не люблю, как бы, такая щепетильная, да, к мелочам, боюсь всяких болезней, которые передаются через кровь, боюсь болезней, которые половым путем передаются. В общем, я такая нелюбительница вот этих вот лишних контактов с кровью, порезов и так далее. А тут, как бы, пирсинг. Ну, и почему еще сейчас пирсинг я решила сделать? Потому что я же делаю зубы, занимаюсь зубами, и решила, ну, что, как тюнингуюсь, так тюнингуюсь. Если бы я делаю тюнинг себе в зубах, то, как бы, заодно тут и сделать еще вот эту вот маленькую мечту, но которая тянется через года. И собрать сейчас все болючие процедуры разом. Потому что я подумала, что после того, как вот мне сверлят кости, челюсти, там, вот эти болты там все вкручивают, то вот этот пирсинг, это уже будет, как комар укусил. Ну, оно так и получилось по итогу. Ну, и, в общем, говорю, что со своей щепетильностью мне нужно было, ну, прям, конкретно искать человека, который будет подходить по моим критериям, параметрам. Ну, я инстаграм открыла и набрала, там, пирсинг Павлодара. Там вылезли несколько человек, ну, совсем мало. Вообще, очень мало, там, два-три, по-моему, три или четыре там вот человека, кто этим занимается. Ну, там вот были вообще, смотрю, что как-то вроде как молодой парень, чуть ли не на дому, колет, ну, вот эти... Такое любительское все, и я понимаю, что нет, я на такое не согласна. А потом, ну, пролистала, там нашла девушку. Ну, и вижу, что девушка где-то колет, во-первых, не на дому, во-вторых, она там в медицинской шапочке, там, в перчатках. Подписалась и стала за ней следить, что она делает, как она делает. В общем, я какое-то время, может быть, месяц, может быть, больше, я за ней просто следила. Просто следила за человеком, смотрела, как она работает, какие у нее работы, да, ну, вот она выкладывает, например, там, там, вот эти части уха, там, каждая по-своему еще называется. Вот, там, проколола то, проколола это, фотографии, там, кому нос колет, кому пупки, да, колет, кому губы, и даже соски, она даже соски колет. Вот, и я такая, в общем, посмотрела, что вроде как профессионал, да, мастер своего дела, даже такие сложные, да, вещи делает, и я решилась ей написать. Я написала, спросила цену, что, как, в общем, насчет, в общем, я решилась, написала ей, спросила цену, спросила, не повлияет ли на заживление то, что, например, кожа растянута, имеются там излишки кожи, она сказала, на заживление только влияет, если возраст, там, ну, уже более 50 лет, там, как бы, возрастные, да, люди, тогда, может быть, иммунитет, например, понижен, и тогда уже и кожа, да, уже теряет свои свойства, и может тогда только повлиять на заживление. А в моем возрасте еще, в принципе, нормально все будет. Ну, в общем, поговорила, написала, узнала цены, там, прикинула, и сказала, ладно, я подумаю. Потом дальше сидела, смотрела за ней, за ее работами, и потом что-то как-то, раз, отложила себе денежку на это дело, как вот я обычно на ногти откладываю, и тут я себе еще туда добавила на вот это дело, на пирсинг. И потом, когда мне надо было ехать, сделать слепки зубов, это вот недавно, я на тот же день записалась и к ней на пирсинг. Она попросила скинуть мне предоплату тысячу, чтобы я точно пришла, в общем, я скинула, ну и все. И, в общем, я поехала в тот день, делала слепки зубов, а потом пошла, поехала к ней туда. Ну, как бы там, вроде центр, да, вот этот дом бытый экспресс, или как он называется, короче, магазин экспресс на Судпайл. Ну, там ремонт ведется, и такое полуразрушенное какое-то все, но сам кабинет у нее там нормальный, хороший именно кабинет. Когда пришла, мы с ней только час где-то разговаривали, потому что она рассказывала про вот эти все нюансы, про заживление. У нее прям целая анкета, там она спрашивала, там и про операции, и про иммунитет, там, про болезни, и про то, про все. В общем, я сказала, что из операции у меня вот только такое сложное лечение, такое вот имплантация, да, сейчас происходит в данный момент. И, в общем, остальные пункты у меня там везде был ответ нет. Ну, потом даже я у нее ничего не спрашивала, но она мне стала показывать, где она что стерилизует, вот там ее там иголки, вот тут вот мы выбрали украшение. Тут же при мне она его отправилась стерилизовать. В общем, такой вот подход прям такой грамотный. И когда я уже потом лежала на кушетке, я у нее спросила, кто, говорю, по знаку зодиака, она говорит, телец. Ну, в общем, она тоже земная, поэтому она, знаете, я еще у нее ничего не спросила, а она мне уже все рассказала, что я хотела спросить. Ну, вот по земным знаком, вот такая присущая основательность ко всему, то есть до мелочей полностью все надо основательно делать. И она мне вот это все показала, рассказала, где у нее там стерилизация, где у нее там иголки, как она там украшение, как она все делает. И, в общем, такая молодец. Ну, и, в общем, что там, когда уже она колола, она делала разметку долго, потому что у меня кожа действительно есть лишняя. Когда я стою, это не так видно, ну, потому что когда стоишь, как-то она все растаялится. Когда садишься, то, конечно, тут появляется кожа, как бы, лишняя. И, в общем, она то, когда я встану, там размечала, потом, когда я лягу, она размечала. И, в общем, потом сам прокол, он очень быстро делается. Нужно вдохнуть глубоко. И на выдохе она прокалывает просто иглой. Ну, там иглы такие у нее толстые. И потом вместо иглы она вставляет уже украшение и прикручивает. Ну, и, в общем, она мне прикрутила. Но я боюсь его даже трогать. Ничего тут не кручу, не верчу. Она сказала, что будет долго заживать. Потому что кожа там у меня, анатомия такая. А я сказала, что заживет, как на собаке. Она мне там назвала 18 месяцев, что ли, заживления. Я говорю, да ну, у меня вот в костях болты стоят за 4 месяца зажили. А вы хотите, что там, какая-то кожа 18 месяцев. Но она говорит, ну, что кожа, мы там двигаемся, там сгинаешься, нагибаешься, что-то делаешь, в общем. И, может быть, как бы, что будешь это постоянно дергать, это место. И, как бы, будет плохо заживать. Ну, не знаю, как она там заживает. Теперь я 29-го покажусь ей, когда я 29-го буду опять в городе. Покажусь, посмотрит. А так вообще она мне сказала. Ну, там много там всякого она мне сказала, как ухаживать, то все. И, в общем, таким солевым раствором, который в нос делают, аквамарис, типа такого, марисоль называется. Она сказала, спиртом ничем не надо, надо вот именно вот этим солевым раствором обрабатывать. Ну, и не лезть грязными руками, все такое. Почаще менять постельное белье. Ну, и, получается, я сейчас так и делаю. Я где-то через 2 дня меняю постельное белье. Почему? Потому что собака еще. Кстати, собака мне зацепила один раз с когтями. Я еще это скрывала, все, что я этот пирсинг сделала. Потому что, ну, не знала, как Серега отреагирует. Пока, если я Сереге не сказала, то я детей прятала, просто в футболке ходила. Потому что, ну, они могут просто, просто так сдать меня, знаете, между делом что-нибудь ляпнуть. А, мама то-то, то-то сделала. И все, и сдадут. И поэтому ходила в футболке, никому не показывала. И старалась, короче, ну, чтобы не знали. А собака прыгнула и ногтями меня зацепила, эту серьгу. И у меня там глазки так куча собрались. И я такая, ой, все, я пошла в комнату. Ну, был такой момент. Ну, и, в общем, сейчас надо чаще убираться. Чаще меняю постельное белье, потому что еще весна. Собака с этими грязными лапами заходит, выходит и песок таскает. Поэтому вот я только все. Полы перемыла, постельное поменяла. И вот постельное вообще сейчас часто меняю, чтобы ничего не попало мне там в прокол мой. Ну, а в целом, вот, сегодня Сереге призналась. Но ничего он меня не ругал. Он сказал, ну, главное, чтобы тебе нравилось. И все, вот так написала. Ну, и детям потом показала. А, я только Роме показала. Рома что-то, ой, фу, типа ему там, это страшно на это было смотреть. Он говорит, лучше бы, говорит, вот тут бровь проколола. Я говорю, я бровь не хочу, я хотела купок. А этим мелким еще не показала, что-то дело не дошло. Ну, в общем, я довольна. Мне все нравится. Скорее всего, потом, со временем, поменяю серьгу, потому что у меня как-то вот этот нижний шарик, он просто там, где-то в глубине пупка. И его так незаметно. Его заметно только, когда я вот так руками, да, его показываю. А в целом, если живот не трогать, то вот этот верхний маленький шарик видно, а внутри тот второй большой шарик, он прячется туда глубоко в пупок. Там надо либо шарик больше, либо более изогнутую такую штангу, чтобы этот шарик больше сюда, больше было его видно, в общем. Ну, вот такая вот история. Рассказала вам про пирсинг. Мне все понравилось. Я довольна. Исполнила свою мечту. Ну и все на этом. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова